Почему мука, рис и макароны в области подешевели, а вот масло и рыба подорожали? Этот и другие вопросы рассмотрели на заседании оперативного штаба по мониторингу цен на продовольственном рынке области. Стоимость чая за прошедший месяц выросла на 13%, соли и того больше – на 23%. Цены на колбасные изделия в магазинах держатся стабильно. В поисках более выгодного варианта для покупки докторской, ивановцам лучше отправиться на рынок. Наибольшее изменение средних минимальных цен на колбасы произошло на рынках, где изделия колбасные вареные подешевели в среднем на 20,7%. Колбасы вареные копченые подешевели на 9%, а колбасы сырокопченые, к сожалению, подорожали на 16%. Под пристальным вниманием оказался вопрос роста цен на мясо. Дороже всего жителям области обходится говядина. Альтернативой в бюджетной продуктовой корзине ивановцев станут курица и свинина. Цены на них снизились более чем на 5%. В последнее время сократилась промоактивность именно по мясному, по мясу, и с этим связано повышение цен. Только с этим могу сказать, что меньше проводились акции в отношении мяса. Только с этим. В основном также остались и на том же уровне. А резкого роста там замечено не было. А с чем связана промоактивность? Связано с тем, что шашлочные сезоны, они все уже подошли к концу. Чиновники не обошли стороной и возобновление работы кондитерской фабрики «Красная заря». По словам Ирины Аникиной, директора по маркетингу, предприятие сейчас работает в тестовом режиме. В настоящее время разработаны дизайны, практически готовы рецептуры. И отрабатывается технологическая часть, отрабатывается производство. По официальной версии, предприятие разорилось из-за того, что продукция не нашла своего покупателя. Чтобы расширить рынок сбыта, необходимо продавать кондитерские изделия в сетевых магазинах. В полную силу «Заря» начнет работать уже в сентябре этого года. Полина Понасицкая, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.